Все ко мне подходите, вокруг не остановитесь, давайте, чтобы все было видно, все было слышно. Пойдем, пойдем, Артем, попробуй. Пятыш, так, все? Все готовы? Ребятки, скажите, какое сейчас у нас время года? Ой, осень. Да, как вы узнаете, что осень? Потому что я здесь все желтые. Да, я здесь все желтые. Травка уже повяла. Еще? Травка уже повяла. Еще? Еще одна золотая. Осень золотая. А как вы еще догадались, что осень? Игорь. Дожди идут у нас? Потому что уже скоро. Да, каждый день почти дожди, да? Потому что скоро уже будет зима. Да, правильно, Катюш, скоро зима. Мы сейчас как одеваемся? Все теплые вещи одеваем, да, потому что на улице очень холодно стало. А зимой будет еще холоднее. Да, зимой будет еще холоднее. Скажите, ребятки, а вам нравится осень? Да. Да, а почему она вам нравится? Потому что золотая, потому что. Потому что она золотая. А почему мы называем осень золотой? Потому что вся в листьях. Да, потому что вся листья, все золото. Правильно, желтые листья на ремонт цвет золота. И золотая. Поэтому и говорим золотая осень. И красная. Да, Заря, мы любим осень за то, что она такая красивая. А еще за что? Потому что зима начинается после этого. Ты за это любишь осень, да? Потому что потом зима. А, ребятки, вспомните. Потому что еще можно зистопад собирать. Листики собирать, да. А, ребятки, вспомните. Осенью мы что собираем? Какой? Урожай. А, да, Заря, ну урожай какой мы собираем? Капусту. Капусту собираем. Еще что? Какие овощи? Лу. Лу. Морковь. Морковь. Грибы. Грибы. Тыкву. Да, тыкву. Молодцы. Да, вот сколько нас в осень. Тыкву. Да, очень много овощей. Осень дали. Тыква. Тыква, да, тыква. Да, ребятки, скажите, осень такая вот разная бывает, да, а когда идет дождь за окном. Вот я люблю дома посидеть в тепле, по теплым одеялам. Ну а вы что любите делать? Я, я телевизору и играть. Да, а ты, Гузель? А я люблю неукрытое спать. Спать неукрытое любишь? А я люблю компьютеры играть. Да? Ну светлое. Я не компьютер, то телевизору и играть. Хорошо. А я, а я, я люблю бегать в прятки. А я в прятки. Ну мы все в такую погоду любим посидеть дома, да, на улицу не выходить. Пойдем теперь. Сядем тоже. Сядем тиск. Горячка. Машка жарит. Ребят, садись. Ребята, вы знаете, что в осенью не только люди готовятся к зиме, но и животные. Каких диких животных вы знаете? Медведь. 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 По завалу. По радам. Ходит он хозяйским шагом. Любит мишка сладкий у мед. Да молитку светок рвет. Кого еще уговорили? Волк. Волк. День и ночь по лесу рыщет. День и ночь добычу ищет. Ходит, бродит волк молчком. Уши серы. Торчком. Зайчик. Зайчик тоже у нас дикое животное, да? Прокатился шел лесной, под кустом сидит косой. Ушебник не прижал, долго эхо провожал. Белка. Вы видели, да, у меня белочка? Белочка, да. Далеко еще зима, но не для потехи. Тащит белочка в дупло, ягоды, орехи. Лиса. Лисичка, да, у нас еще. Знает лисенька лиса, в шубе вся ее краса. Шубы нет в лесу рыжей, зверя нет в лесу хитрей. А что вы знаете? Масок у нас в лесу не живет. А кто еще у нас живет? Мышка. Мышка-то дикое животное, что ли? Мышка. А кого еще забыли? Бенежка. Забыли. Серый ежик весь в иголках, словно он не зверь, а елка. Хоть колюч, молчу он лесной. Ежик добрый, а не злой. Он хоть колючный дикий животный. Ребят, скажите, а почему они называются дикие животные? Пять. Почему они называются дикими? Кто знает? Потому что они собирают запасы. Потому что они сами себе еду ищут, да? И сами себе жилье. Да. А как они готовятся к зиме? Вот Дариманушка, собирает запасы они, да? В зиме готовятся. А еще как они готовятся к зиме? Они еще меняют шубку. Кто меняет? Я. Я. Вот шутка летом. Белая. Летом. Летом какая шутка? Серая. А зимой? Белая. Правильно. А почему, ребята, белая? Почему белая шутка? Потому что, чтобы его не узнало не за его. Не увидела, да? Да. На белом снегу он зячется под свет снега. Вот у меня утка под свет, под свет листиков. Хорошо. Хорошо. Еще. Что еще вы говорите? Зайчик одевает шубку. Да. Мы вот с какими-то аппаратами говорим. Так, Илья, скажите, а медведь как относится к зиме? Селая шубка. Зайчик одевает шубку. Медведь, грибы и ягоды. Все лето, да, он себе ходит, питается грибами, ягодами, корешками. Готовится. Для чего он всю зиму? Что он делает? Спит. Поэтому он набирается все лето себе витаминов, да, полезно. А еще. Ребята, скажите, а кто еще зимой спит? Медведь. Медведь, вы сказали. Волк, лиса, белка. Волк, лиса, белка. Зайчик. Что? Волк, лиса, белка. Они спят. Разве они спят, ребятки? Волк, лиса, белка. Зайка спят зимой? Нет, они не спят. Может, ежик еще ямки собирает? Да, молодец. Ребятки, я вам совсем забыла сказать. Сегодня утром, когда я шла, около нашей группы, около двери прямо лежало письмо. Я не успела его прочитать. Прочитаем все вместе. Пойдемте ко мне, подходите. От кого пришло письмо, вам ведь хочется узнать? Тогда надо постараться все загадки отгадать. Слушайте, видите. Зверь мохнатый, косолавый, он сосет в верлоге лапу. Медведь. Погодите, как хочет медведь. Вот, как Мишка на всех четырех лапах у нас ходит, да? В лапы. Идите ко мне, возвращайтесь. А у меня белок варит. А я блин, как специально. Слушаем дальше, а то прослушайте. Кто по елкам ровко скачет и влезает на дубы, кто в дубле орехи прячет, сушит на зиму грибы? Белка. Белочка. Покажите, как белочка прыгает. С веточки на веточки, да? Прыгает у нас белочка, собирается. Молодцы. Пойдемте ко мне, обратно возвращайтесь. Так, еще слушаем. Кто зимой холодный ходит по лесу злой и голодный? Волк. Волк. Как волк по лесу рыщет, да? Бегает, ищет себе добычу. Угу. Зубами щелк-щелк. Вот. Все, возвращаемся сюда. Угу. Угу. Слушай, внимательно, Катюш. Косоглазый, маленький, в белой шубке, в валенках. Зайчик. Зайчик, конечно, у нас. Мы попрыгали, как зайчики. Подождите, как зайчики прыгают. Угу. Угу. Как зайчики летают. Молодцы. Аплодисменты. Так вот, ребятки, письмо это от наших лесных зверей, от наших друзей. Они пишут, что хорошо и жилось им летом в лесу. Жили, не дружили, между собой дружили, да про зиму-то и позабыли. Шубки себе теплые на зиму не приготовили. Они просят у вас в помощь, ребята. Поможем? Да. А для этого нам надо отправиться в лес. Но прежде чем отправиться, давайте вспомним, ребятки, как надо себя в лесу вести. Хорошо. Тихо. Правильно, не шуметь. Не мусорить. Не мусорить. Молодец, Алина. Еще как. И нет. Огонь. Спички мои. Можно там. Огонь. Спичками волосы. Конечно, ребятки, да. Вы все правила знаете, ребятки, поэтому мы можем отправляться. Закрыли глазки. Повторяем за мной. Один. Два. Три. Вокруг себя повернись и в сказочном лесу очутись. Открываем глазки. Повойдите, посмотрите. Вот перед вами сказочный лес. Посмотрите. А вот животные вас ждут. Можете, ребятки, кому вы видите? Мне ёлка надо. Я палка. Ребятки, вы не наслышите. А где ёлка? А медведь. Вот медведь. Есть большой, сильный. Можете. Можете. Граду медведь. Так. Ребятки, скажите. Молодец. Вот же зайчик. Вот зайчик. Молодец. Так. Ребятки, скажите. Вот у них шубок нету. А где мы возьмём тёплые шубки? Вон там. Вон там. А где? Вон там. Вот я предлагаю вам стать партнерей и шить шубки для наших животных. Пойдёмте. Проходите к своим местам. Пойдёмте. Проходите. У него, да, уже совсем шубка нет. И у них есть. У них есть шубки. У нас не есть шубки. И у нас есть шубки. Проходите. Сейчас я всё скажу. Сейчас всё скажу, ребята. Так, посмотрите сначала внимательно на слово, ребята. Что перед вами видите в тарелочке? Что это? Что это, ребята? Мамка. Одним словом всё это крупа. Ну-ка, все вместе. Крупа. Крупа. Потрогайте. 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 Да, правильно. Гузель из этой крупы манную кашу варит. Потрогайте ручками. Разная какая. Особенно крупа. Осторожно, ладно? Осторожно, ребята. Так, ещё кто знает, какая крупа тут есть? Пшеничная. Пшено. Молодец. Вот пшено. Вот, ребятки, у вас пшено. Потрогайте. Маленький шарик. Вот у вас, ребятки. Да, гузель гречнева есть. Где гречнева, покажите, ребятки? Вот. Вот гречнева. Как раз вы на завтра к гречневу кашу ели, да? Вот. Потрогайте её. Посмотрите, какая она в сыром виде. Катюш, осторожно, сейчас всё просыпешь. Вот гречка. Посмотрите. Ребятки, а вот это что за крупа? Кто знает? Вот такая вот. Это что за крупа? Кто знает? Ребятки, вот это называется просто. Давайте все вместе скажем. Просто. Запомните, потрогайте, какое оно. Так. Вот, ребятки, мы с вами шутку будем истелить. С этой крупы. Мы сначала намажем, клеим всю поверхность вашего звенька и посыпем сверху крупой. Так, ребят, скажите, зайка у нас какого цвета зимой зимой зимой? Белого. Белого. Значит, у кого зайка? Поднимите-ка. У кого зайка? Нет. Нет. Ты какую будешь шутку ему делать? Какую крупу возьмешь? Белую. Белую. Какую крупу возьмешь? Вот такую. Манную, да? Белочку у кого? Вы какую крупу возьмете, девочки? У Кати? У Розалия. Какую крупу ты возьмешь для белочки? Вот это пшено, да, подходит, да, желтенькая будет шутка? Волк у нас. Гузель, у тебя какая? Какую крупу возьмешь? Как думаешь, какая подходит для волка? Вот такая. Проса, да? Проса, скажи. Проса. А у медведя, как вы думаете, ребят? Вот такая медведька. Коричневая у него шуба, поэтому мы возьмем для него гречку. Так, берем кисточки, ребятки. Покажите, какую кисточку. Посмотрю, все неправильно держат у нас кисточки. Карина, я разве говорила, начинать? Мне надо начинать. А, Карина? Держим правильно. Подняли все ручку, я посмотрю. Все у нас умеют кисточку правильно держать? Катюша, подняли ручку, я смотрю. Пока как вы держите кисточку. Вот надо поближе ее взять. Так. Так. Поближе. 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 Вот так. Положили, ребятки, на черную сторону. На черную сторону мажем клей. На черную. Угу. Все. Одной рукой придерживаем своего зайка. Одной рукой. С краю. С краю, да. За лапки можно. Вот так. С краю придерживаем и полностью промазываем. Полностью корень промазываем. Угу. 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 Я хочу. Молодцы. С хвостиком начал. Побольше криви. Я хочу. Побольше. У тебя большой медведь. Много криви понадобится. Молодцы. Про лапки не забывай. Лапки тоже промазываем, Карин. Хорошо. Что-то там шутки если не будет. Лапки замерзнут у твоего волка. Так. Молодцы. Промазываем полностью. Угу. Розарь, побольше клея возьми. Еще побольше возьми. Угу. 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 Тоже полностью промазываем. Все. Кисточку на клеенку кладем. И посыпаем. Какая у тебя крупа? Какая шутка? Ага. Все. Посыпаем сверху. Полностью, полностью. И хвостик не забываем. И лапки, и ушки. Чтобы не займемся ваши зверята зимой. Угу. Молодцы. Угу. Еще клея возьми. Да нет. Побольше клея. У тебя мало клея. У меня шутка. У тебя волк. На волку мы говорим какую мы для него шутку возьми. Дориман тебе подсказывает просто. Для волку подходит. Подходит такая штука? Смотри ты говоришь. Владислав не намазала. У тебя в руке она приклеится. И макнует его волка. Замерзнет. Без шутки ты зимой. Зима холодная. Намашу еще клеим. Ромашка отследует. И потом посыпешь. Вот молодцы девушки. Я все. Все. Кто за? Ах. Посыпай. Посыпай. Какую мы для волку берем? Вот. вот эту, просо, просо посыпаю, белочке пшено, все, ну а я, наверное, на клиноку кладу кисточку, какая шубка будет, моя зайчика? Так, иди, давай, посыпаю, посыпаю, кто уже все посыпал девочке, все, Катюш, пусть она подсыхает, шубка, пусть зверята пока примеряют ваши шубки, кто закончил, это как сахар, как сахар, да, на ней похоже, Катюш, пусть пока подсыхает, не надо, не трогай ее, пусть подсохнет шубка, а то сейчас тупо будет, по мне пока подсохнете, кто закончил, и с вами пока поиграем, Катюш, иди сюда, Катюш, потом мы уберем все, не переживай, пусть подсыхает, Катюша, пусть подсохнет шубку, белочень, Катюш, ты стоишь, так пусть подсохнет, не забывай, вот это ничего не будет, Катюш, вот сейчас ты рукой смотришь, видишь, я же говорю, пусть она подсохнет, ее положи, а в салфетку, ребятки, ручки вытираем, совсем забыла вам сказать, да, в салфеточку руки вытираем, вот это разница, чистые, все, и подходим ко мне, так, давайте мы с вами поиграем, игра называется, один много, я называю какого-нибудь животного, когда он один, а вы говорите это слово так, когда их много, поняли, давай, я с тебя начну, заяц, один заяц, а когда много, ну как скажем, заяц, вот тебе Руся подсказывай, давай, заяцы, так, Заяна, лиса, 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 ребятки, не подсказывайте, пусть она сама, ладно, еж, еж, нет, один еж, а когда их много мы как скажем, во-первых, много ежей, но мы нам сейчас как сказать, вот тут у тебя, представь, вот один еж, а много, когда их говоришь, вот они, кто? много, еж, вот много ежей, ребятки, как мы скажем, еж? ежей, подсказываем ее Маша, мы по всем вместе скажем, ежей, 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 так, давай, медведь, медведь, погромче, медведь, медведь, так, зайчик, зайчик, нет, зайчик, значит, зайчик, значит, зайчи, ки, подсказывай, молодец, ежик, ежики, молодец, лисичка, ки, молодец, так, волк, лось, лоси, лоси, все вместе скажем, лоси, молодцы, пойдемте посмотрим, наверное, уже подсохло, шутка у наших зверяк, подсохло, ребятки, поднимите, аккуратно лишнее стряхните, прямо на клееночку, лишнее на клееночку и отнесем, ребятки, наших животных обратно в сказочный лес, вы такие молодцы, ребятки, все такие красивые шутки получились, у меня еще не готово, у тебя не готово, давай, заканчивай, наши зверякопородные обратно в лес, а я домой хочу собрать, ну, как он делает, у тебя дом не смотрит, они живут ухат, или все эти животные, ну, и, молодец, как туда-то, не нравится, ну, молдовишь, то есть, мужик побольше, ну, уже страшно, пойдем, пойдем, и все, так, ребятки, обратно сюда, не помолоть, не站и, Так, все, ребятки, все отправились в свои животные поясы? Ресные звери, ребятки, вам очень благодарны, вы им так помогли. Такие красивые швопки всем сшили. Все, все у нас животные. Все, кто у нас остался? Все? Пойдемте, ребятки, ко мне подойдите, нам пора возвращаться с вами. Обратно к себе в детский сад. Карина, Катюша, девочки. Девочки, вы меня слышите? Карин, уже давно все животные в сказочном лесу. Подошли все ко мне, глазки закрыли. Глазки закрыли. Катя, положи, пожалуйста, на место. Положи на место. Катюша, подойди ко мне. Руки вытря в салфеточку. Катюша, ты всех задерживаешь. Руки вытря в салфеточку. Руки вытря в салфеточку. Все, и идешь. Так, ребятки, закрыли глазки. Повторяй за мной. Один, два, три. Вокруг себя повернись. И снова в группе окажись. Вот, ребятки, мы вернулись. Понравилось вам сказать, что вы салфеточку? Скажите, а что вам больше всего запомнилось? За медведь. За медведь. А что вам больше всего понравилось? Что понравилось? А что вам больше всего понравилось? Все, ребятки, идите помойте ручки. Молодцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова